В собственности района Солцевского находится 221 жилое помещение арендного фонда, что составляет 11 тысяч квадратных метров. За последние годы возведено в эксплуатацию 40 квартир арендного жилья. В целом надо отметить, что 30% от всего арендного жилья, которое было построено, предоставлено работникам здравоохранения и работникам сферы культуры. 10% мы предоставляем работникам силовых структур, таких как вооруженные силы, работники РОВД, РОЧС, а также Следственного комитета. В настоящее время ведется строительство 8 квартир в многоквартирном жилом доме в городке Старо-Свежин для работников сельского хозяйства. За прошлые два года возведено в эксплуатацию 2 квартирных жилых дома, запланировано еще строительство 3 по 20 квартир в каждом жилом доме. Меня зовут Протасовицкая Наталья Сергеевна, работаю в Столбцовской ЦРБ врачом-интерном общей практики. Мой муж работает врачом-хирургом тоже в Столбцовской ЦРБ. Мой муж приехал сюда после распределения в 2020 году, затем уже приехала я через год после того, как окончила обучение. Больница предоставляла общежитие и также предложила встать на очередь на квартиру. В августе 2020 года сразу встал на очередь, написал заявление. На тот момент наш дом еще строился, в феврале 2021 года его уже начали сдавать и предлагать писать заявление именно уже на получение квартиры. Заселились мы в конце марта. На момент заселения нам нужно было только купить мебель, обставить и все, можно было жить. У нас были поклеены обои, лежал линолеум, то есть весь ремонт уже был сделан. Единственная была сложность, наверное, собрать все документы, которые нужны для получения квартиры, подписать их везде и успеть их заверить. За арендное жилье на данный момент мы платим около 50 рублей, но это за счет того, что у нас есть лишние квадратные метры. Квартира, она достаточно большая получилась, у нас чуть больше 50 квадратов и на человека положено, если не ошибаюсь, 20 квадратных метров. Вот за каждые 20 квадратных метров мы платим в районе 5 рублей, а те, которые уже свыше, они идут по другому тарифу, поэтому и выходят чуть дороже. А ремонт можете сделать в квартире? Да, ремонт мы можем делать, мы можем переклеивать, вешать полки, все что угодно. Единственное, нужно сдать ее в должном виде, чтобы было не разбито, не поломано. Мы слышали новости о том, что хотят через несколько лет сдать какой-то приказ, по которому мы имеем право выкупать эту квартиру. Надеемся, что это все случится, и мы сможем ее выкупить, потому что квартира действительно стоящая. КОНЕЦ КОНЕЦ